Добрый день. Хотелось бы сказать огромное спасибо, что пригласили в такой замечательный период времени в Санкт-Петербург. Мы самый любимый город после Ростова-на-Дону, потому что я оттуда... Как же город Москва? Город Москва вынужден меня терпеть, понимаете? Переневральная инфильтрация, как особенность распространения аденокистозного рака. В принципе, это характерно для любого аденокистозного рака, но так как сегодня секция по калаушным слюным железам, поэтому мы коснемся именно особенностями распространения слюных желез. Итак, опухоли слюных желез. Большие слюные железы всем нам известны и малые слюные железы. Кто захочет их увидеть, это будет несколько сложно по отношению к диагносту требовать, покажи, малые слюные железы, потому что они располагаются, в принципе, во всей орофарингеальной зоне, но преимущественно обожают твердое небо процентов 60. И смотрим, что по частоте встречаемости аденокистозного рака в слюных железах преобладает в малых слюных железах и в подчелюстных. Чем это нам грозит? Вот классическая картина. Это задние отделы твердого неба с распространением в нижние отделы гайморовой пазухи и, конечно же, на крыловидный отросток. Почему же нас волнуют именно малые слюные железы? Дело в том, что анатомически из-за тесного, даже не тесного, а близкого расположения основания черепа и по ходу нервов, который проходит, небного нерва, который вот его канал, который проходит в крыловидном отростке, очень и плюс тропности этих опухолей к переневральному распространению, очень большой риск – это распространение процесса переневральных полос черепа. Это как раз то, что волнует больше всего наших клиницистов уважаемых, и мы не должны об этом забывать. Аденокистозный рак также встречается в пазухах, также агрессивно себя ведет, и следует ожидать неприятностей переневральных. В слезных железах можно увидеть этот процесс. В тканях языка, дна полости рта, подслизиста в ретромолярной области можно визуализировать, с инфильтрацией жевательных мышц. И возвращаемся опять же. Почему мы так трепетно, а диагносты с боязнью относятся к опухолю малых слюных желез? Эти опухоли бывают достаточно малые. Порой бывает, что в анамнезе уже есть удаление какого-то образования, которое располагалось в твердом небе. И в данном случае это очень серьезный сигнал, который поступает к нам, потому что нам нужно проследить... Ой-ой-ой, извиняюсь, хотела мышку включить. Проследить вот эту зону. Вот задние отделы твердого неба. Как раз здесь нижние отделы крылонебной ямки. Небольшое пространство, и вы в полости черепа. Тут проходят каналы, через которые выходят крупные нервы, ветви тройничного нерва. А если мы говорим не о малых слюных железах, располагающихся в твердом небе, а о колоушной слюной железе, которой также эта опухоль встречается, то тогда нас начинает волновать состояние лицевого нерва. Итак, только ли аденокистозный рак имеет тенденцию к переневральному распространению? Конечно же нет. Если вспомнить крупные процессы альвеолярных отростков верхней и нижней челюсти, которые поражают кость до канала нижнечелюстного нерва, то мы видим точно такую же переневральную инфильтрацию, которая выражается в виде утолщения и неравномерного накопления контрастного препарата по ходу нерва. То же самое мы видим при магнитно-резонансной томографии. И мы видим уже переневральную инфильтрацию, которая идет вдоль кавернозного синуса, поражает райничный нерв. Это же проявляется в виде расширения круглого окна, круглого отверстия, извиняюсь. Точно такая же переневральная инфильтрация при запущенных процессах носоглотки. Здесь помимо деструктивного процесса и непосредственно через зону деструкции распространения в полость черепа, также присутствует и переневральная инфильтрация. Тот пример, который я хотела, я уже о нем говорила, что если аденокистозный рак встречается в околоушной слюной железе, важным моментом является место выхода нерва. Нерв проходит, если посмотреть на анатомические картинки, рядом с шиловидным отростком, извиняюсь. Ну и с сосцевидным в принципе тоже. Но мы ориентируемся на шиловидный отросток. И на данном клиническом примере мы видим, что опухоль инфильтрации окружает не только шиловидный отросток, но и распространяется на бугор сосцевидного отростка. И в принципе процесс достаточно печальный, потому что и после лечения, сейчас извиняюсь, чуть сложно, мы видим, что инвазивный характер опухоли никак не изменился, опухоль даже не сократилась. То есть есть риск очень высокий о том, что лицевой нерв здесь поражен, если даже не опираться на клиническую картину, которую, конечно же, знают наши уважаемые клиницисты. Итак, чаще всего мы получаем пациентов уже с рецидивными процессами, если опухоль была удалена в какой-то промежуток времени, то нам можно даже не смотреть на твердое небо, в котором опухоль может быть, а может уже быть удалена, опять же, а нам не скасаюсь. Но мы смотрим на крыловидную, на крылонебную ямку, на крыловидные мышцы, на жевательные мышцы. МРТ, конечно же, у таких пациентов это главный метод в обследовании, обязательно с контрастным усилением, потому что, если нас не волнует накопление контрастного препарата как признак злокачественности опухоли, нам очень важно проследить нервы, их утолщение и выраженное накопление контрастного препарата. Как, допустим, в данном клиническом примере. Мы видим, что опухоль инфильтрирует, помимо гайморовой пазухи, разрушая ее стенки, подвисочную ямку, крылонебную ямку, она расширена, здесь присутствует масс-эффект, а также видим накопление контрастного препарата по ходу крыловидного нерва. Посмотрите, крылонебного, с противоположной стороны мы это не наблюдаем, а если посмотреть по фронтальной проекции, то, разрушая все стенки гайморовой пазухи, опухоль также инфильтрирует инфраорбитальный нерв. Как раз так же это одна из ветвей тройничного нерва. Аденокистозный рак, помимо того, что я уже упоминала про слюнные железы, он также может поражать и другие анатомические структуры лицевого скелета, содержащие клетки, в которых может развиться эта опухоль. И если мы говорим о переневральной инфильтрации относительно слюных желез, то если, допустим, в данном случае поражение касается лобной пазухи, мы обязательно должны просмотреть костные структуры. Поэтому, если у вас уже предварительно есть диагноз аденокистозного рака, в зону исследования должно входить весь череп, начиная от макушки, ну и заканчивая зоной ключиц. Дальше уже обследование костей скелета будет на совести у нас клиницистов. Наша задача просмотреть все косточки, потому что вот такие литические зоны могут находиться в других областях и даже с противоположной стороны. О чем еще хотелось бы коснуться? Аденокистозный рак, такая вот злая опухоль, имеет переневральный рост, то есть распространяется по нервам в сторону, конечно же, черепа. То есть очень страшно, да, и кажется, что все печально. На самом деле, по данным литературы, эти опухоли могут иметь медленный рост, длительно существовать, даже давать метастазирование, чаще всего это паренхима легких. И один из таких примеров – это пациентка, которая получила лечение в 2016 году. У нее на момент лечения уже была инфильтрация нервов по ходу крыловидного отростка и по ходу кавернозного синуса. Но эта инфильтрация не менялась после лечения, все было замечательно. У пациентки единственное появились очишки в легких, она получала лечение. И мы в течение двух лет с интервалом в два с половиной месяца контролировали ее по МРТ, и через два года мы отметили, что процесс вернулся. То есть это говорит о чем? Если мы длительно наблюдаем пациента, который не прогрессирует, допустим, у этой пациентки вообще интересная ситуация, потому что, заметив по МРТ, что идет отрицательная динамика, на 2 мм увеличилась толщина глазодвигательных мышц, клетчатка ретро-бульбарная стала отечна, специалисты по МРТ забили тревогу о прогрессировании заболевания. При этом пациентка клинических жалоб не предъявляла. Было решено сделать ей ПЭТ в торд из оксиглюкозы, который не показал каких-либо изменений, которые могли бы подтвердить прогрессирование процесса. Придя на контроль, размеры опухоли сохранились прежние, но все-таки беспокойство со стороны, в данном случае диагностов, заставили клиницистов пойти на более сложное исследование ПЭТ с тирозином, который подтвердил, что все-таки это было прогрессирование заболевания, и пациентка получила повторное облучение кибернож. Не всегда, несмотря на то, что я только что сказала, что большинство этих опухолей протекают достаточно медленно, текут вяло, и пациенты доживают до метастазов в легкие. Бывают парадоксальные случаи, как вот в данной пациентке, может быть, потому что она оказалась еще и врачом в придачу. Пациентка обратилась после удаления объемного образования в подчелюстной слюной железе, но вот так не повезло врачу, это оказался аденокистозный рак. На момент обращения жалоб не было, но отметилась неоднородность структуры ребер. И на контроле, уже на фоне лечения, это уже после лучевой терапии, была деструкция ребра. Дальше у нее пошли метастазы в позвонки, в печень. И даже года не прошло, пациентка погибла от метастазов в головной мозг. Аденокистозный рак. Поэтому необходимо помнить, что аденокистозный рак практически... Можно поставить знак равенства с переневральной инфильтрацией. Это должно настораживать специалистам компьютерной магнитно-резонансной томографии. Если есть такое гистологическое заключение, обязательно вы должны просмотреть, даже если опухоль удалили, даже если все замечательно, клетчатку и корковый слой костей в месте выхода нервных пучков тройничного и лицевого. Неважно, что происходит в анамнезе, все ли замечательно в зоне операции. Необходимо просмотреть ход нервов и исключить переневральный рост, который может быть и через какой-то промежуток времени. Итак, не надо бояться этого диагноза. Надо широко открывать глаза и быть внимательны к оценке и интерпретации исследований данной патологии. И диагностов, извиняюсь, хирургов тоже приглашаю, если им интересно. В декабре пройдет в Москве итоговая конференция Московского общества рентгенологов получевой диагностики в онкологии. Спасибо большое, Екатерина Леонидовна. Кто хотел бы задать вопрос? У меня есть вопрос. Да, пожалуйста. Вегистолог, правильно? Гистопатолог? Нет? Далеко нет. У меня больше вопрос именно к тем, кто занимается гистопатологией. Вот по вашему, как вы сказали. У меня в голове появился такой вопрос. Мы, как хирурги, когда удаляем такие опухоли, допустим, у нас есть какие-то сомнения о том, что это один из карсиномов. Допустим. Каким образом? Я не видел в литературе, что сказано, допустим, если я сомневаюсь, и если я вижу, что эта структура нерва уже изменена, насколько далеко я должен пройти? Или есть какие-то показания, сказать, что нерв, насколько вперед опухоли внутри нерва идет, чтобы я понял, именно на каком месте отрезать нерв? Такое данное, что вы слышали? Смотрите, вопрос так задан с подвохом, с легким. Не просто. Не просто. Если вы уже оперируете, и у вас есть сомнения, то, конечно, мы вам уже не поможем. А если эти сомнения появились до операции, ну, как-то вот, допустим, у вас совершенно другой гистологический тип опухоли, в андаре гистологи, да, а мы наблюдаем те признаки, которые характерны для переневральной инфильтрации. В этом случае мы можем вам помочь. И такое бывает. Допустим, бывали случаи, когда мы видели образование в твердом небе, и видели расширение уже канала небного нерва. И в таком случае мы можем предположить в своем заключении, что это опухоль. Ну, понятно, что из малых слюных желез, там других нет в твердом небе, но мы можем предположить, что, возможно, это уже злокачественный вид опухоли, и не исключается, что от этого возможен аденокистозный рак, так как мы видим КТ или МРТ признаки переневральной инфильтрации. То есть, точно не можем сказать, сколько вперед идти. Это первый. Второй вопрос тогда. Вы такое вот слово сказали при презентации, сказали, что и обычно, и как всегда, он в сторону головного мозга идет. Да. Вот с такой уверенностью вы такое сказали, то есть он вниз не идет, допустим. Ну, мы говорили о ветвях тройничного нерва. Там вниз как бы сильно некуда. Это имеется в виду переневральная инвазия, в сторону головного мозга, да? Понятно? Да, конечно. То есть, допустим, лицевой нерв, околошность ленинжелези, он впереди к... Нет, и вниз тоже. Но внизу-то вы справиться можете, а вот вверху... Ага, понятно. Спасибо. А у меня такой вопрос. Если клиницист имеет дело с пациентом, у которого, например, аденокистозный рак, там твердый у него были, в воздухе, то в такой ситуации, с вашей точки зрения, необходимо наначать больному помимо КТ и МРТ сразу, одномоментно для того, чтобы визуализировать возможное переневральное распространение, правильно? Это всегда очень сложный вопрос относительно, какой метод применять, потому что... Я даже знаю ответ на этот вопрос. Я знаю, потому что, конечно же, с трибуны легко говорить, надо делать МРТ, но мы прекрасно понимаем, что ИКТ здесь имеет место этому методу, потому что существуют больницы, в которых нет паркового такого аппарата. Компьютерная томография, зная, на что опираться, конечно же, будет иметь чуть-чуть меньшую чувствительность, но все-таки она будет высокой. Но МРТ все-таки лучше. Ну, смотрите, если мы знаем, что у пациента или подозреваем аденокистозный рак, мы можем выполнить компьютерную томографию с внутривенным обязательно контрастированием. И если у нас не вызывают сомнения, что зона деструкции, допустим, только лишь внизу, на нижних отделах крылонебной, крыловидной кости и уплотнение клетчатки тоже только в нижних отделах не доходит до основания черепа, то в принципе, если вы уверены, у вас богатый опыт обследования таких пациентов, на этом можно остановиться. Но так как практика показывает, что специалистов, которые очень глубоко занимаются этой патологией, их мало, и я бы не советовала не проводить магнитно-резонансную томографию. Потому что бывали случаи, когда мы видим небольшое утолщение нерва в дистальных отделах крыловидной кости, потом идет неизмененный нерв, и врач не обращает внимания на то, что ближе к кавернозному синусу почему-то опять нерв утолщается. Такое бывает, когда пациент неровно лежит, и врач в конце рабочего дня, тяжелой недели, думает, это, наверное, обусловлено асимметрией. Он не знаком с таким вот грозным проявлением этих опухолей, как переневральная инфильтрация. Или еще к этому времени не готова гистология, и он еще не насторожен ею. Такое? Спасибо. Ну, получается, что тут важна высокая квалификация не только клинициста, но и специалисты под лучевой диагностику. Обязательно. Если человек этой квалификацией не обладает, тогда магнитно-резонанс на томографии обязательно. Можно мне тоже вопросить? Да, пожалуйста. Конечно. И спасибо большое. Как всегда, блестящие два заклада и действительно восхищена. Но у меня такой вопрос, наверное, к хирургу, к лучевому диагностику. Действительно ли я правильно поняла, что вы во время исследования четко прослеживаете и видите сомнение? Вот видите, вот нерв. Нет, не всегда. Но мы знаем, где он идет. Вот. Я хотела это уточнить, потому что... То есть никогда. Так, не надо. Я очень часто, мы с Ольгой Игоревной очень часто сидим и смотрим, ну, обычно это бывает ночью, но мы смотрим все это по удалетке и так далее. Я очень хорошо понимаю, что это очень сложно. Но это, я хочу сказать, что вот, зная вашу работу и Пономарио, это высокий профессионализм именно в решении вот наших проблем, хирургов. И хотелось бы сказать о том, что если действительно вы видите вот нерв, я, правда, не приставала с этим вопросом к Ольге Игоревне, вы видите больше, правильно ли я поняла, что вы видите больше уже осложнение после инфильтрации нерва, и вы видите, когда идет деформация и так далее, вы понимаете, что нерв поражен. Либо вы видите нерв, и потом опухоль висит на нерве. Ну, естественно, так не увидите. Если это касается, допустим, вот я показывала, не просто так показала пример нижнечелюстного нерва, там клетчатка окружающая не была изменена. Я больше про лицевой меня больше не говорил. Да, ну сейчас. Там клетчатка не изменена, но был утолщен сам нерв, и мало того, была воскулиризация этого нерва, которая, в принципе, не характерна. Мы его видим, ну, только если очень сильно хотим увидеть, и у пациента достаточно выраженная жировая клетчатка межмышечная, то есть все плюсы в нашу сторону. Относительно лицевого нерва, опять же, существует канал лицевого нерва, он очень маленький, 1-2 мм, и, в принципе, этот канал имеет пониженную плотность при компьютерной томографии в этой зоне, темненький такой цвет, серенький. И при МРТ мы тоже видим этот канал. Если он начинает менять, вот в просвете этого канала появляется масса, изменяется АМР-сигнал, и при КТ меняется ситуация. Даже если мы не можем своим глазом отметить выраженность накопления контрастного, увеличение накопления контрастного препарата, то есть знания анатомии здесь первичны. Если этот нерв, если, допустим, это касается нёбного нерва, это крылонёбная ямка, этот нерв мы не увидим никогда глазом, но мы увидим инфильтрацию клетчатки. Поэтому последний был слайд, ну, перед смешным, о том, что мы оценим клетчатку, клетчатку там, где проходят нервы по ходу нервных стволов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.